Заседание Совета глав администрации поселений прошло 12 февраля в Подпорожской администрации. Первой темой повестки дня был вопрос о деятельности административных комиссий поселений района и о должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. За прошедший год в административную комиссию Подпорожского муниципального района поступило 80 протоколов и материалов следствия. Из них было рассмотрено и принято решение относительно 73 протоколов. Самое большое число протоколов – 38 – поступило из Подпорожского отдела внутренних дел. По 4 из 73 было принято решение прекратить в связи с отсутствием состава преступления, а по 3 было вынесено решение предупредить нарушителей. Общая сумма вынесенных штрафов составляет более 82 тысяч рублей. Из них добровольно оплачены штрафы на сумму 33 тысячи рублей. Более 32 тысячи рублей на сегодняшний день не взысканы. Из них 19,5 находятся в работе Федеральной службы судебных приставов Подпорожья и Ладойного поля. Остальные суммы пока взыскать не предоставляется возможным. На встрече самым актуальным был вопрос о наиболее частых правонарушениях граждан. Теперь сотрудники отдела внутренних дел не будут составлять протоколы, а только могут предоставлять материалы. В случае административного правонарушения протокол будет составлять уполномоченное должностное лицо конкретной службы или учреждения. Следующим пунктом повестки дня был вопрос о работе органов местного самоуправления поселений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и взаимодействии с районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Количество преступлений, совершенных подростками за прошлый год, снизилось на 20% по сравнению с 2012. Но, к сожалению, возраст преступников уменьшился. Часто различные серьезные преступления совершают дети от 10 до 13 лет, которые не попадают под уголовную ответственность. Наиболее активные показатели комиссии – вознесение и важных. Также одним из ключевых пунктов повестки дня был вопрос о реализации комплекса мер по модернизации системы дошкольного и общешкольного образования. Одной из острых проблем Подпорожского района, как и Ленобласти, в целом остается нехватка педагогических кадров. Так, в нашем городе катастрофически не хватает преподавателей по математике, химии, географии и биологии. Многие выпускники педагогических вузов согласились бы работать в нашем городе, но здесь им не предоставляется жилье. Также на совете глав было доложено о выполнении мероприятий по формированию финансовой базы для проведения капремонта многоквартирных домов.